Сиизм окончательно закрепился. Ни для кого не стало сюрпризом, что председателя Компартии КНР избрали на беспрецедентный третий срок. Кроме этого, Си Цзиньпин еще на пять лет сохранит за собой пост главы Центрального военного совета Китая. Таким образом, в его руках сосредоточена неограниченная аппаратная и военная власть. Особенно примечательно то, как избрали Си. Из 2952 депутатов против не проголосовал вообще никто. Генеральный секретарь Си Цзиньпин был единогласный избран главой Китая и председателем Центрального военного совета, отражая общую волю партии, народа и вооруженных сил, а также общее устремление всего китайского народа. Эти выборы в полной мере продемонстрировали общенародную демократию, а также преимущества и особенности социалистического строя. На то, что Китай теперь управляется не столько ЦК Компартии, сколько лично Си, указывают и кадровые перестановки. И новый премьер Ли Цян, и вице-премьеры, которых заменили в полном составе, люди, которые годами показывали себя максимально лояльными лично Си Цзиньпину. Тот же Ли Цян до этого управлял Шанхаем, где организовал один из самых жестких карантинов в стране, согласно личному проекту Си Цзиньпина, политике нулевой терпимости к ковиду. По мнению экспертов, новое правительство еще более западное и идеологически заряженное, чем предыдущее. Так, безумовно, новый склад уряду Китая. А вот кого не затронули перестановки, так это главу Народного банка Китая, министров здравоохранения и иностранных дел. По мнению западных аналитиков, таким образом Си хочет стабилизировать экономическую ситуацию, указав инвесторам на неизменность выбранного курса. А самым одиозным новоназначным министром можно смело назвать главу оборонного ведомства Ли Шанфу. Еще в 2018 году США ввели против него санкции за сотрудничество с оборонным сектором России. В Госдепе считают, что действия Шанфу могли усилить российскую армию в ее незаконной агрессии против Украины. Госсекретарь ввел санкции в отношении подразделения по разработке оборудования Минобороны КНР и его директора Ли Шанфу за участие в крупных сделках с лицами из санкционного списка. Эти сделки включали передачу России и Китаю боевых самолетов Су-35 и оборудование, связанного с зенитно-ракетным комплексом С-400. Из отчета на сайте Государственного департамента США. Санкции против министра обороны Китая предусматривают в том числе запрет на американскую визу. Это дополнительно усложнит взаимодействие Пекина с Пентагоном. А вот с Россией вполне возможно расширение сотрудничества в военной сфере. О развитии двусторонних отношений с Москвой заявил и глава МИД Китая Циньган.